Потому что возможно, что санскритская тхаля происходит от тамильского парам. То есть сначала это слово было заимствовано в индорийский языке, а потом оттуда обратно в дровидийский. И по дороге оно немножко изменилось. Поэтому у нас тамильское слово парам и слово парам. Но вот второе является заимствованием санскрита. Но дело в том, что в тамильском нет развлечения придыхательных и непридыхательных. Поэтому, конечно, оно утрачивает это дыхание. Малаяльское кето от кхеда, родание. Допустим, в Каннера у нас есть слово кара, а вот в санскритском хара. То есть это один и тот же принцип. Мы теряем придыхание очень часто при заимствовании санскритских слов. Ну, этот ха, он и в начале с этого слова выпадает этот звук. Например, санскритское хамство превращается по томильским в анном. Тут много чего произошло. Тут часто бывает не одно правило происходит. Это сложная задача. На самом деле, сейчас просто марта, чтобы ты знал, о чем угадать, там в конце будет несколько низких слов, то ты должен будешь угадать, от каких санскритских слов они произошли. Так что ты все-таки слушай внимательно. Я буду что-то хотел сказать. Значит, арон. Ну, и в таминском, и в санскрите это... И в таминском, и в малаялом арон. Это хара санскритская. Что еще происходит? То есть, получается, если тамил наблюдает эти слова, он может сам догадаться, или он все-таки должен владеть в какой-то степени санскритом? Слушай, ну, это такой вопрос. Ты имеешь в виду, в смысле, что... Нет, смотри, хамилы знают эти слова в хамильском языке. Да, ну вот... Они часто могут и подозревать, что это санскрит. Так вот, я и спрашиваю. Они подозревают в основном, или на самом деле, если не прикладывать какие-то особенные усилия, то это не очевидно? Слушай, ну опять, вот те, которые знают санскрит, они начинают догадываться, что это такое. А те, которые не знают, все они начинают, то есть... Кто-то там ругается в чате. Значит, ну, у меня тут... Ну, то есть, смотри, допустим, предыхательных, в принципе, нет в хамильском, но вот есть такое слово «анудавам». Опыт. Вот, и я прям помню, что... Я в какой-то момент общался с такой, одной хамильской брахманкой, и просто что-то про такое говорил с этим словом. И я помню, она меня исправляла. Да надо говорить, а ну, бабам, бабам. Да, что здесь вот придыхание вообще-то есть. Хотя, на самом деле, ну, это просто потому, что это брахманский социалик, в нем даже придыхание может возникать, иногда санскритизмом. А на самом деле, конечно, нет. Обычно пользователи, они с языка, ну, не подозревают о том, что это слово там санскритского происхождения. Вот. Ну вот, дальше, что у нас происходит, например. Да, ну, санскритского шэ, шэ, их нет, допустим, в том, там выросхом, поэтому получается, что доша становится дугасом, или тосом, в зависимости от произношения. Да, некоторые, знакомые санскритами, все-таки произносят dosam. Кто-то произносит тосом. Зьян. Допустим, слово «шива» по-тамистски будет «сивом», слово «лума» будет на санскрите «шаши», а по-тамистски, на «малаял», извините, «чаащи». А откуда мы знаем, что «шива» пришел из санскрита, а не из «паракрита»? Неизвестно, наверное, заведомо, потому что там же тоже сходные изменения происходят. Ты знаешь, про «шиву» тут вообще достаточно сильная же гипотеза, что, в принципе, это древидийское слово изначально. А с этого места, пожалуйста, поподробнее. Слушай, я сейчас дать поподробнее не могу, но, по-моему, про такие гипотезы я как-то слышал. Я сейчас точно не скажу, с каким корнем это связано с древидией. Но вот как мы знаем, что это напрямую с санскрита, а не через «паракрит»? А что здесь? Просто вот это упрощение, да? Может быть, через «паракрит», а не знаю. Когда у нас возникает сомнение, мы прибегаем к какому словарю для сверки каких-то предположений? Знаешь, вообще говоря, такой стандартный словарь – это гравидийский этимологический словарь «Баро» и «Имно». Гравидон достаточно им пользуется, он очень авторитетный. Есть еще, в принципе, была еще монография тех же самых авторов, посвященная заимствованию индолийских языков в гравидийских языках. Вот можно на нее отбираться, но вообще говоря, словарь – это основной инструмент. Вот. Дальше немножко. Смотри. Например, еще у нас очень сильно либо упрощаются консонантные группы, либо вставляются гласные. То есть, либо там происходит ассимиляция разных согласных консонантных групп, либо гласные вставляются. В общем, вот этих всяких «тр», «ш», «р», «в», «к», «т» там мило произнести не могут. Ну и вообще другие гравиды тоже. То есть, это очень сложно. Вот. Поэтому, значит, например, «сутра» превращается в «сутра», там «акшара», «аккарам». То есть, если в первом случае «и» вставляется, да, между «т» и «р», «т». Здесь у нас упрощается «кш» превращается в «к». Это при том, что «кш» может же быть в каких-то тамильских словах? Нет. Нет, не может. Нет, не может. В данном случае пример из «канада», но это неважно. «Гарван» становится «гарваму» в «тэлугу». То есть «рву» тоже трудно произнести. «Мхактия» становится «тэлугу бастия», а в «тэлугу бастия». Значит, что еще? Ну, вот эти консонантные группы, они в начале слов «какты» распадаются. «Женеана» поэтому будет в «таминский неаном». А, например, «шрени» или «лестница» через «прокрит», вот тут, конечно, «тэлугу бастия», потому что она зафиксирована форма, превращается в «млаяльское гение». Ну, и в «таминское» тоже «гение». «просада» превращается в «посадом» в «ханада». То есть начальная консонантная группа либо выпадает, либо упрощается. Дальше идем. Слова не начинаются в «драгетистских языках» на «рэ» или «ла». Вот, поэтому, если санскритское заимство начинается с этой «погласной», то там возникает начальный слабенький «погласный» и «липу». Например, «ираттере», «сораторе», «уроума», если «таминское» слово, то здесь опечатано «уроумам» – «волос», а в «транскритское» слово «ума». А, кстати, обратите внимание, что в «транскритские» «е» и «о» в крабедийских языках заимствованы как «долгие». То есть «уроумам» будут. Но не всегда. Потому что получается, что в «таминском» есть и тот, и другое, есть и краткий, и долгий. Конечно, да. В «таминском» есть противопоставление кратких и долгих «е» и «о». Да, чего, соответственно, у нас нет в санскрите. Да, чего нет в санскрите. Но санскритские «е» и «о» для «таминского» считываются как «долгие», что, мне кажется, интуитивно верно и с точки зрения исторического языка знание. Для «таминов» они долгие. То есть «дева» и останется «е» долгим. Да. «девоум» – «таминская форма». Да. Ну, значит, например, опять же, «ру» превращается в «курвом». Потому что нельзя начать слово «нара». Но при этом иногда долготы гласных сокращаются. Особенно перед удвоенным согласным каким-нибудь, перед парой согласных. Например, как слово «капура» из Канавы. «капура» – санскритская «камфора» превращается в «капура». Это изначально, при том, что санскритская «камфора» изначально не совсем санскритская. То есть вот этот интересный момент как раз… Да, правда. Это вот как раз много слов, которые сначала попадают из дравидийских языков в санскрит, а потом возвращаются в дравидийские языки в другой форме. Это довольно интересное явление. Значит, «акаша» превращается «акаса-му» в теологу. То есть это только в начале слова долгие сокращаются. В остальных случаях часто бывает, что как-то ослабевают они, в общем. Станутся краткими. Значит, ну что делать с слоговым «ра»? Нету слогового рода в дравидийских языках. Обычно это превращается в какого… Во-первых, видимо, под влиянием южных акритов это всегда «ру», а не «ри». Да, то есть как бы и южные тайминские брахманы скажут «ругвена» и «руши». Вот. И в дравидийских языках «ру» будет произноситься… То есть он превращается в «ру» чаще всего. Иногда какой-нибудь еще гласный добавляет. Например, «р». Соответственно, на юге они изучают самскрутом. Тамскрутом. Да, да, да. Вот так и живем. Значит, «вируте» – это танцузка «вритки». Ну, для меня привычнее «вритки» говорить, чем «у». Ну, вот «влеврутки». Вот. Ну, иногда вообще выпадает. То есть он заменяется на «гласный». Например, «диште» на «тэлогу» – это «грште». Звонки взрывные в начале слова оглушаются. Дравье превращается в «дравьем», а «гаданом» – «какана». Значит, и вообще, хочу сказать, что очень растет амонимия из-за этого. Да? Потому что вот при танцузском, например, взрывные, там, где в санскрите четыре взрывных – «какха», «гагха». В танцузском вообще одна фонема – «ка». Поэтому «санга», «сангха» и «шангха» в танцузском будет одно и то же слово с «сангом». Ну, просто у него будут такие три разных значения. Да? Обсоединение, общим и раком. Ну, да. Заведомо не имеющие ничего общего между собой эти значения. Да. Да, да. И таких примеров, на самом деле, много. Я тут попал на тот пример, но вообще такого много. Там «баля» – силы, «бхаля» – плод. Это по-тамински «палям». Вот. Это одно слово. И вот амонимия растет, как на дрожжах, конечно, в условиях такой немножко объединенной технологии. Ну, вот пример с словом «данда», да, в частности, мне интересен. Потому что «данда» – это «заведомо», как пишет Бэру, это «заведомо» у нас, значит, не санскритское как раз слово, а «заведомо» заимствование. Соответственно, получается… Ну, еще раз я захочу повторить то, что кто-то заимствовал слово из дравидийского языка, еще не повод другим дравидийским языкам заимствовать это слово обратно из транскрита. То есть, получается, все эти слова «мандала», «кунда», «кундалини», получается «данда», все эти сочетания «нды» церебральных, они… Да, я посмотрю, что… Триста пятьдесят седьмая страница. Триста пятьдесят седьмая, да? Триста пятьдесят седьмая, там «данда». А, вот… Внизу. Да. Да, я вижу. Он считает, что это… Вот, понимаешь, на самом деле, мне кажется, тут… Ну, часто же еще возникает вопрос, как бы направление заимствования. Да. Ну, не всегда решается однозначно, потому что, конечно, мне кажется… Вот, Макс, какие у нас критерии для того, чтобы определить направление доимствования? Как бы ты это сформулировал? Ну, есть какие-то вещи, которых заведомо не может быть, разве что по критерию… По методу исключения, что вот такие сочетания звуков не характерны, или, наоборот, какие-то там префиксы, например, для языков «мунда», начинающиеся на буквы «к», характерны и, следовательно, слово «кумара», скорее всего, не санскритское изначально, а австроазиатское. То есть, есть какие-то петтерны, то есть, какие-то… Ну, да. Характерны и нехарактерны, то, что допустимо для санскрита… То есть, слова, для которых в словаре Майрхофера заведомо не получается найти внятную индоиранскую этимологию, они предположить… Их можно всегда списать на какое-нибудь взаимствование. Ну, да. Ну, вот здесь, действительно, вроде как эти самые… Этрофлексное, согласное… Ну, как-то не очень похоже, действительно, на транскритское слово, наверное, на европейское. Ну, вот не очень уверен, потому что… Многие считают, что доимствами был в ту сторону, да, в гривидийские языки. Я вот… В мнении Барова я смотрю, да. Действительно, вроде как-то большое количество он приводит когда-то в гривидийских языках, но, на мой взгляд, сомнительно, потому что мне кажется, что данда – это такой, как бы, важный транскритский термин такого… Важный и встречающийся… …социальный термин, как «раказание», да. Мне почему-то кажется, что это таинство, скорее, в гривидийских языках. Вот. Но, честно говоря, как здесь развивать аргументацию, тут сложно. Вопрос, потому что… Ну, собственно, поэтому и возникает ситуация, когда вот Бару приводит несколько храниц… …примеров… …примеров… Да, примеров древидизма в транскрите, а Эт-Мино считает, что там из них валидными являются восемнадцать, да, там. А потом выясняется, что там, допустим, в Горегведе там у Эт-Мино получается три древидизма, как я его понял, вот. И получается, ну, такая, как бы, ситуация, действительно… Ну, то есть, понятно, что языки, как бы, обмениваются словами, но даже направление этого обмена часто вызывает споро. То есть, получается, даже соавторы этимологического словаря имеют кардинально разные точки зрения? В каких-то вещах они расходятся, но в общих публикациях они не спорят друг с другом. То есть, нет такого, что там… применчание… Я считаю, что… Что Баро не прав! Да, по-против. Да, они, видимо, как приходили концепцию, но в своих крупных публикациях не всегда слышат. Угу. Угу. Вот… Ну, вот, как бы… Давай, Марс, вот… Ха-ха-ха-ха… У меня просто интересно, сколько из детей вот… Интересно, что ты хорошо знаешь танцы. Посмотрим, поможет тебе это понимать тайминь. Давай. Значит… Ну, допустим, в первом потерялось при дыхании. И что тогда, а? Значит… Ну, копа в смысле гнев, ты хочешь сказать? Просто добавилось «М» и всё? Просто! А тут повозрастаешься, да. Один мой. Давай, Марс. Ха-ха-ха-ха… Это жестоко. Так, значит… В начале, значит, у нас могли… Какой-то континентный кластер мог упроститься? Пием? Пием. Мог. Прием? Ну, нет. Но неприятные же? Ни молоко, ни вода? Нет. 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 Всё, попытки сейчас надо. Бхая. Страх. Один-один. А, Бхая. Ну… Ва. Ну, да. Ну, так. Давай дальше. Значит, у нас здесь… Значит, Кэ-Кэ возникает там, где была… Там была более сложная структура. Чакра… А там была просто чакра. Да, два-один, два-один. Хорошо. Ми рукам. Ир возникает там, где была Р, значит, Р слоговая. Что за Мрука такая? Мрука… Мрука… Ну, получается, других… Или Мрук-Ха? Ну, нет. Здесь… Одно изменение или два? Эээ… Два. Два. Ну, значит, тогда я… Три. Три. Ну, М добавилось. Это просто нерозно. Нет. В конце… Ладно. С конечным, как бы, мы игнорируем его. Значит… Ну, что-то с Кэ… Ну, в смысле, оно было Кха? Ну, оно было, ну, в той же Варге, но там, согласно… Ну… Оглушаются… А, в смысле, было газ. Мерга, в смысле… Лесное животное, в общем, антилопа. Лесное животное. Мерга, это животное память. Ладно. Две один, значит… Дальше. Я уже забыл, что было на втором слайде уже. Значит… Давай, давай. Сурово. Так. Вайтиян. Так. ТТ просто так не бывает. Значит… Вайтра, Вайтра… А Ай, соответственно, тоже не изначально было Ай. Ну… Вот это вот… Нет… Ай-то там было изначально Ай. То есть, изначально вредхированная, нормально сансквитская Ай была и в оригинале? Да. Да. Вайтра… Просто там званчиво оглушается, согласно. А, Вайт… 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 Сейчас… Вайт… 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 Вайтди… Вайт… Близки, что ли… Близко… Ну… Кто-то знает… Вооо.. В kant… Да! В врач… Вайтѝ… 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 Ай-2… Т vaай-2… Вайтѝ… 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 А на это правило было, ты прослушал. Шева, 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 шева... Что за айтонцы? Долгий а превращается именно в атомийский. Я про это не рассказывал, потому что это атомийское свойство. Дивтонги? Долгий а превращается в дифтонг айт. Да, то есть там был долгий а на конце. Просто шева? На самом деле это было серева. Но тут я согласен, что я тебе не давал этого правила. Игра без правил, отлично принимается. Да, не честно. Ладно, я хочу про эту еще такую певицу загадать. Хорошо, отлично. Мне нравится. И она добавочная, ее не было изначально. Да, правильно. Остальное правило, которого у тебя не было, ну... Игра без правил. Значит, че, эссе, в смысле, она тоже неисконная? Не, не, неисконная. Там был вообще другой фактор, согласно. Ага. Это как бы упрощение. Значит, лац... А, может быть, лы и ры, в смысле, взаимозаменяемые здесь в начале? Ну, там что-то поменял? Нет, нет. Это нет. Хорошо. Хорошо. Если бы я знал, что будет... Я бы... Ты бы сказал! Я знаю! Так... И лад чуми, и лад чуми... Значит, церебральный... Он... Там ничего отдельного про церебральных у тебя не было, чтобы они что-то делали. Нет. Из простого ты... Этого правила не было. Тут только, если ты сейчас вот возьмешь, вот, и угадаешь. В смысле... Это связано с ла или с церебральным та, упрощением этого кластера? Связано с тем, что такое че. Че. Это очень странно. Ну, то есть, это такое странное, на самом деле. В смысле, там было че-че, что ли, или что? Там было... Никогда не поверишь. Не буду тебя больше пучить, там было лакшми. Лакшми? В английском это пучки лакшми. Но тут, знаете, все важнее. Лакшми? Ну, давай скажем. Лакшми. Давай добей меня. Значит так. И отбрасываем. Но Т было какое-нибудь Д. Дайям, Дхайям. В смысле, что-нибудь... Ну, почти. Там просто отбрасываем намного больше. Мы сначала отбрасываем х, а потом наш слоговой Р превращается в И в этом слове. И мы получаем... Ну, не Дхарм уже. Мы получаем Хридайям. Сердце. Хридайям. А, просто отлети... Ага. Хридайям. Вот смотрю на Тайям и сразу думаю про Хридайям. А потому... Да. Потому что Х в начале слов попадает, а слоговой превращается в И. Он в И любую тоже превращается. Потому что здесь будет Хридайям. Ну, давай. Ну, следующее. Это... Вот если ты сейчас угадаешь, то один из вот этих последних двух, то ты сразу выиграл. То есть тут даже не на счет, а это джекпот. Ну, хорошо, подожди. Но на чакру это уже не похоже. Подожди. Так. Значит, это не чакра следовательно. Ир-р-чак... Кэ-кэ. Это было в прошлый раз... Что там было за кластер? Ну, нифига себе. Конечно, на самом деле, я не знаю, нечестно, потому что мне не все правила успел объяснить. А сейчас, конечно... Ну... Подожди, 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 не торопись, подожди, сейчас. Значит, Ай образовывается из ААА, да? Угу. Значит... Щакра... 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 Щак... Сахас... Ну, не сахасража. Ну, не знаю. Тут есть Ир, который был р-р просто, слоговая. Ир, она р-слоговая. Это явно какая-то конфонантная группа. Конфонантная группа, да. Там что-то было, а что-то было? А ты можешь отмонтать раньше? Нет! А что менялись эти концерты? Я тебя предупредил, слушай, внимательно. И что, каждый раз такая домашка, в смысле еще, к концу? Слушай, слушай, слушай. Нет, слушай, ну на самом деле это сложно, но это же красота. Да, еще раз, еще раз, еще раз. Джаграта. Джаграта. Джаграта? Это внимательно, внимание, осторожно. Это от слова бодрости. Джаграта. Ого. Ну, то есть, получается, здесь некоторое подобие правил редупликации преобразования санскритского перфекта со своей спецификой? Ну, тут как тебе сказать? Ну, тут некоторые правила, ну, просто нет, нет. Другие правила. Последнее. Последнее, это шутка. Ребят? Правда? Ну, я не рассчитываю, что ты догадаешься. Айрам. Что это такое, айрам? Так, ты, кажется, приводил там супер непохожее слово, я вспоминаю теперь уже. Значит, ну, не Индра, но и... Сейчас. На ши... Там букв было в санскрите больше, здесь стало меньше. Да, это правда. Ну, вот, на самом деле, это интересный пример. Это айрам, это слово стахастово санскритское. Тысяча. Тысяча. Да, и действительно, там несколько правил связано с тем, что х переходит в ее, в начале «с» выпадает при заимствовании. Ну, вот так вот, да. То есть, действительно, можно показать по промежутственным формам, что эти слова связаны между собой символически. Вот. И в других религийских языках тоже это слово имеет именно такое заимствование. Это интересный пример, используемый как одно из доказательств, что такие, допустим, языки, как даминский район Канада, многие санскритские слова заимствовали еще до своего разделения. А если речь идет о разделении даминского и Канады, то это, скорее всего, первое тысячелетие до нашей эры где-то середина. Ну, так датируют. Вот, например, слово «айрам» и его когнат «Канада» заимствованы из санскрита. А в целом, там свое, другое слово. И вот, например, это используется как один из аргументов, в том, что вот это дравидийское единство, оно заимствовало там эти слова еще в те времена, когда оно было единственным. Это вот слово «хахасра» было заимствовано вот таким образом. Вот тоже. Ну, вот, значит, слово «айрам» можно давать, значит, как… В общем, я надеюсь, что это есть такая какая-нибудь игра, и, значит, как посмотреть на сообразительность, потому что, я скажу честно, «сахасру» я пытался перестроить в совершенно другом месте. Да, ну вот я смотрю, здесь практически форма два «сахасера», вот, и потом с фамильским «лаял» сейчас это слово «айрам», «фодогу», вроде бы, «чаврум», там несколько в других племенных языках, там как-то разное «савера» такое. Ну, такие-какие-то формы. Ну, похоже, что… Да, интересно, что «канада» — «савера». То есть, похоже… Да, и вот видно, что некоторые племенные языки явно заимствовали это слово из «канада», там «савера», «сасера», «савера» и так далее. А другие племенные языки заимствовали его либо из «таминского», либо из «малаяла». И тоже видно, что заимствуется сначала вот «код», что, возможно, там заимствования тоже дальше происходят непрямые. То есть, допустим, «кодук», вот это слово заимствовано уже из «таминского» или «малаяла». То есть, ну, как без санкета, через «прокрытие», через «таминский». Вот, и так бывает. Ну, на самом деле, получается, где-то половину слов можно относительно зная, помня эти соответствия легко опознать, ну, а где-то половина или треть все-таки поддается с трудом опознаванию. Ну, на самом деле, если серьезно, мне кажется, что, опять же, ты как бы приобретаешь какой-то опыт, приноравниваешься, и, как бы, этот процесс сильно растет. Понятно, что это, как бы, с первого раза... Ну, то есть, на самом деле, ты набираешь камни в рот, и ты пытаешься выиграть санскритские слова, и то, что получается, это есть «таминский» язык. Ну, вот можно и так сказать. То есть, «таминский» — это просто плохо выговариваемый санскрит. Нет, вот это ты сказал, мне кажется, я с тобой не соглашусь, но, действительно, конечно, санскритизм очень коверкается. Это действительно забавно, иногда их трудно опознать, а иногда невозможно опознать напрямую, конечно. Ну, теперь мне придется изобретать игру в обратную сторону. Хотя, в твоем случае, ты уже заранее будешь знать, какие слова заимствованы якобы в «регведу», поэтому мне придется усложнять задачу. Игра не завершена. Ты мне скажи, второй тайм, как и сейчас будет? Нет, нет, я думаю, что нам нужно отложить вторую часть, я не знаю, насколько, но в любом случае, по-моему, мы не выговорили даже половину того, что хотели, и, следовательно, нам следует как бы сделать из двух частей наш разговор. По-моему, получилось достаточно обзорно и понятно, но половина процесса. То есть, как, получается, якобы, граведизмы гуляли… Я готовлюсь в группу по заимствованию без «регведа». Да. То есть, у нас следующий раунд будет «регведа», «заимствование», и там, конечно, примеры более хрестоматинные, то есть, там нет такого изобилия, как здесь «сахасра» и превращается в чёрт-те-знает-что. Но было бы интересно услышать как раз твою точку зрения на разные такие спорные предположения. То есть, получается, эта такая область весьма спекулятивная, как ты уже сказал, да? Получается, здесь нету заведомо, точно даже непонятно, кто у кого чего взял. Слушай, ну тут понимаешь, что, одной стороны, может быть, область, как мне кажется, спекулятивная, а, с другой стороны, надо сказать честно, что я не занимаюсь историческим языкознанием профессионально, да, что я пиолог, больше у меня, кажется, такого, ну или в чём-то литература и вечерского толка. Ну, поэтому, может быть, на самом деле, мне кажется, что область достаточно спекулятивная, а тем, кто занимается ближе теми областями филологии, вот, ближе к этому она кажется такой интересной. Мне это, как бы, всегда казалось такой интересной игрой. Но я, вот видишь, профессионально именно этой темой никогда не занимался. То есть, ты больше себе позиционировал, ты больше литературовед, чем филолог? Нет, мне кажется, ну вот я как-то понимаю филологию как в таком старом смысле, что она, как бы, соединяет и лингвистические какие-то, как-то, исследования, и литературоведические. Ну, просто, понимаешь, для меня всё-таки, как бы, основным предметом исследования является текст. Не язык, а текст. Да, то есть, понимание текста, да, перевод, его комментирование. Вот это, о чем я больше занимаюсь. Ну, конечно, вот, не знаешь, я совсем там не... Ну, это этимологизирующий перевод, этимологическая составляющая помогает тебе иногда в трудной ситуации? Конечно, важно понимать и распознавать заимствование. Конечно, это важно для того, чтобы адекватно понимать текст, конечно. Я имею в виду, что просто, допустим, вещи, связанные с направлением заимствования. Мне кажется, сейчас, действительно, сложно. Просто, ну, то есть, я понимаю, как, как бы, как устроены, там, лингвистические аргументы в ту или иную сторону, но даже видно, что просто, просто, действительно, очень сложная тема. Очень сложная тема, и, как бы, это вот сейчас мы так посмотрели, там, когда у нас, действительно, в древидийских языках огромное количество конфетизмов, мы можем сформулировать, там, правила какие-то аналогические. Вот, мне кажется, в другую сторону, там, меньше заимствования. Мне кажется, там, вот, еще сложнее будет. Ну, сами вот эти правила, то есть, ну, не знаю, мне кажется, что часто это так вот, ну, даже видно, что очень расходятся мнения исследователей, причем очень хороших исследователей, и видно, что просто сложно. Не в смысле, что не надо этим заниматься, это надо заниматься, потому что это очень сложная тема. Получается, что в России есть кто-то, кто занимается исключительно именно древидийским языкознанием, вот, из современных исследователей? Ну, древидийским языкознанием занимаются исследователи вот языкознаниями. Я думаю, ну, Аня Смирницкая занимается, работает на институте Восковедения. В принципе, Ксения Меленького, тоже лингвист. Ну, у Александра Павловича Титанского есть лингвистическая работа. И вот я как раз предлагаю нашу следующую беседу начать все-таки с рассказа о том, все-таки, вот кроме того, что мама привезла, это была первая часть, так сказать, что-то из Индии, А вот все-таки мне бы хотелось услышать о том, что происходит в рамках древидийского, скажем так, семинара. Семинара, значит, откуда ты вышел? И все-таки больше, может быть, вот этой истории, кто все-таки занимается, кто были твоими наставниками? То есть, собственно, какую-то биографическую часть мне бы хотелось еще услышать, потому что пока мы живы, по-моему, нам надо рассказывать о тех, у кого мы много что взяли. Маш, прости, Маш, ну а только мы с тобой не так старые. Мы с тобой уже очень старые, Николай. Мы с тобой уже очень старые, Николай. Вот, давай мы все-таки будем больше как-то взяли какие-то... Ну, мы с тобой оба вроде не вышли на пенсию, давай мы как бы будем больше... Мне интересно, как бы, кто занимается древидологией в Москве. И как бы, что, потому что, получается, ведь... И я бы хотел, чтобы ты рассказал. То есть, получается, твой наставник, он больше занимается литературой, получается, чем языками. Да, и мне бы хотелось, чтобы ты рассказал, собственно... То есть, получается, ты, на самом деле, изначально не... То есть, получается, литературовидением тебя заразили уже там. ты изначально не имел предрасположенности или своего решения что вы переводили я знаю что вы переводили несколько лет один огромный текст и мне бы хотел чтобы ты рассказал да то есть как бы то есть это некоторые титанический труд собственно получается ученический нет нет это никакого титанического труда это такое гетонистическое сообщество которое собирается пьет чай читает приятные тексты мне кажется там нет никакого титанического труда это друг по-другому происходит это просто способ приятно проводить время в этом нету даже научного подвига это как бы так в ком-то и дело что мы его не перевели вы бы титанический труд если мы его перевели а мы его просто прочитали знаешь мы прочитали ну мы как бы другое сообщество оно как бы так обсуждаешь давайте хорошо проведем время встретимся почитаем книжку попьем чай обсудим вот и это как бы ну вот так вот происходит мне кажется это на самом деле очень важно в этом сообществе потому что это просто очень просто хорошо проводить время и общаться соответственно тамильский это хороший способ времяпрепровождения на этом тогда предлагаю на сегодня закончить и в следующий раз когда бы оно не настало продолжить о второй части как же значит дравидизмы попадали в санскрит и что из этого вышло потому что часть примеров которые ты привел они как раз находятся на спорной территории и мы бы скорее их забрали себе чем отдали бы тебе то есть в общем они скорее очень неизвестно скорее и что они что в общем это спекуляция уровень спекулятивности нарастает потому что игра требует продолжения спасибо тебе что уделил нам время и я надеюсь что что тамилистика будет процветать не только в москве а вообще в россии то есть в целом дравидология она сейчас находится в лучшем положении чем 10-20 лет назад какое-то ощущение сложно сказать мне кажется что вот так получилось что в принципе в гуманитарных наук был такой немножко кризис по советское время и так вот тамилистике в москве повезло что человек и есть человек по моему очень вы просто везучие потому что на самом деле вся тамилистика получается нам очень повезло нам очень повезло с Александром Белянским потому что он как бы сохранил школу определенную то есть в Советском Союзе действовало несколько взрослых хороших дравидологов очень высокого уровня ну допустим тот же Андронов он в дравидологии в принципе одна из ключевых фигур дравидологии двадцатого века ну и там вот таких ученок мирового уровня как тот же Александр Бедянский Михаил Сергеевич Шандронов тот же Рудин вот и просто как бы ну так получилось что это сообщество ну вот как бы Александр Михайлович он просто ну вот своими усилиями сделал так что какая-то школа сохранилась в России и продолжает существовать это на самом деле не так повезло не всем научным школам не всем дисциплинам что тут как раз в тот случай когда вклад личности в историю или как там говорят да ну что действительно человек взял и сохранил это да и как бы развил и умножил вот это очень ценно на самом деле так что в этом сказать что на милистике в России очень повезло правда здорово здорово тогда до скорой встречи и на сегодня будем считать что мы начали игру но игра не завершила хорошо потому что это было сурово сахасра это было сурово прости меня Марту спасибо за приглашение здорово спасибо тебе большое пока пока tilt игра опять парня у неправъем это и на мет вот Продолжение следует...